Предложил работодатель Знаете, ситуация крайне неоднозначная получилась Я могу сказать, каким был судебный исход этого спора Совершенно неожиданным Суд отказал в компенсации ущерба здоровью Алексею Руководствуясь сугубо формальными признаками Представляете, вот в этой ситуации буква победила здравый смысл Хотя, казалось бы, по справедливости нужно выплатить потерпевшему За травматизм, который получен на работе Но, видимо, адвокаты, которые защищали интересы работодателя Оказались более искушенными Была ситуация полный антипод того, что вы видите Светлана Леонидовна сугубо юридический подход здесь применяет При рассмотрении спора Но есть еще подход справедливости Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание Если причинен тяжкий ущерб здоровью То это такой вопрос, который регулирует уголовный кодекс Казалось бы, для того, чтобы Здесь уже не может участвовать юрист В регулировании этой конфликтной ситуации Только адвокат И, тем не менее, случай медиабельный Неоднократно наши коллеги из разных городов Подключались к таким вопросам Где решались выплаты в случае компенсации ущерба здоровью В трудовых отношениях Это медиабельный случай Никто не запрещает этого сделать В республике Казахстан это прописано явно Денис Игоревич В российской практике это практикуется, но не явно В рамках уголовного дела все равно может быть рассмотрен Гражданский иск в рамках уголовного дела Если это гражданский иск, то есть основания урегулировать его с позиции примирительных процедур и медиации В том числе У нас еще, уважаемые коллеги, остались интересные вопросы Конфликты в сфере труда, связанные с хищениями Посмотрите, пожалуйста, на слайд-программу Хищения, которые встраиваются в целую систему В разных городах речь идет о приписках Которые имеют систематический характер Можно построить очень выгодный бизнес рядом с существующим бизнесом Если играть наверняка Здесь вот приведем пример кондитерской фабрики Когда наш медиатор из Самары смог защитить реноме диаспоры из республики Молдова Подозревали кого? В том, что совершаются кражи на кондитерской фабрике Тортов, вскрываются какие-то упаковки Оказалось, вовсе не голодные эмигранты Как это на первый взгляд представлялось стороннему наблюдателю А целая система налаженных хищений между главным бухгалтером Отделом снабжения, материальной группой Но в качестве виноватых были названы мигранты Поэтому непрозрачность бизнеса часто является благоприятной почвой Для того, чтобы эти хищения возникали Здесь помимо чисто примирительных навыков Нужно иметь еще основы экономики Знать понимание того, как бизнес-процессы организованы В том или ином предприятии С целью предотвратить вот эти неблагоприятные последствия Предупредить Как, например, на фондовом рынке Я уже говорил Можно заработать на росте изменения курса Я вот отмечаю Если нет, похоже на экране Я это не смогу изобразить Смысл такой Если вы сдаете в бухгалтерию Результат